МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толяраду компании Гомелю, студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Высокие технологии старшиня гомельского облвыконка Магина Цоловей сегодня наведал компанию ЕПАМ. На службе Аховы здоровья у Светлогорской районной больницы заявилось новое обсталявание. Будовлю одновили. Работы по заведению школы ведутся в 21-м микрорайоне Гомеля. А зараз об этом иншим больше потребляет. Прыгожая урочистая церемония отбылась сегодня у Палацы незалежности за профессионализм и штудионную працу державных узнагород и высоких званий у достойной люди самых разных профессий. В зале навыковцы, дейши культуры, спортсмены, педагоги, войсковцы, супрацовники правоохонной и судовой систем. Их у всех объедновая головная. Я не с душой и мытанакерованностью выконываю свою працу. У адрес кожного от президента гучали теплые слова. Звертающийся до гостей церемонии Александр Лукашенко сказал широ. Дейность таких талиновитых и небояковых до справы людей натхняет у всех нас на новые здяснения. Быть лидером у своей сферы – великая отказность. А прознание заслуг на державном узровне – это ведомашь и высокий довер. Прежде чем вручить вам заслуженные награды, хотел бы отметить, что труд каждого из вас очень важен для нашего государства. Ваша честность, преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство искренней гордости за наш народ. Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. И пример ваших заслуг должен стать ориентиром на предстоящий весь 2020-й трудовой год. Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблено в Беларуси» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей к качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе. Церемония нагадала, с досягнением кожного складается огульный поспех. Займающиеся доследованиями, наши навыковцы робят уклад в технологичную основу Беларуси. Люди мастерства створяют стое, что называют культурным набытком и золотым фондом краины. Атлеты триумфальными перемогами на международных споборницах приносят неимоверное почутение национального гонора. Праца педагогов важная для выхования подрастающего поколения. Служба правоохранников позволяет нам отшивать себе в безпецы. Тех, кто сегодня отримал высокие узнагороды, каждый день своей праце уносит свою шастинку в развитие краины. Туристичный доведник по Гомельской области дитяшинаушальный додаток на тему безпеки – додаток-допоможник для людей со слабым слыхом. 25-26-го студияня Гомеля в першиню пройдет хакатон социальных проектов «ЕПАМ инженерных джем». Инициатива уже прижилась в Минску. Многие проекты сейчас находятся на стадии реализации. Основный партнер форума в Гомеле – областный выконавший комитет. Сегодня у компании «ЕПАМ» побывал Геннадь Соловей. Марина Джалая с подробностями. Кировничество «ЕПАМа» каже, что команда компании вельми зацекавлена распроцовцей потребных регионно-социальных проектов. Тому, несколько месяцев тому, завернулись в Гомельске облаконкам и пропоновали провести тематичный хакатон. Обмерковали на керунке, наибольшие и актуальные для громадства. Отримали одобрения. Из Усимхудка, 25-26-го студеня, удельники хакатона, инженеры, программисты, дизайнеры с допомогой информационных технологий будут распроцовывать корыстные решения, как зарабить свет вокруг нас лучше. Сирот проекта – у туристичный доведник по Гомельской области, база даденных бездомных живел, додаток для заявки на адвокатскую допомогу, детячий навушальный додаток на тему безопасности, навигатор для школьников и додаток для людей, которые слабо чуют. Помимо участия в бизнесе для наших заказчиков, мы очень хотим участвовать и в жизни нашего города, нашего региона. И вот буквально в следующей неделе мы проводим инжиниринг джем – это хакатон, то есть марафон программирования. И мы будем делать около шести проектов, которые позволят решить там социальные проблемы региона, города. И, собственно, это то, чем хотят наши сотрудники заниматься, помимо основной работы, это приносить пользу в том месте, где они живут. Я надеюсь, это будет только начало. Дальше у нас очень много планов. И хочу сказать спасибо руководству области за поддержку и помощь в нахождении вот этих нужных социальных проблем, которые мы попытаемся решить на хакатоне. По слову Геннадия Салауя, перспективы супрацовництва с ЭПАМом великие. Наприклад, важно активно укоронять у работы промысловых предприемств интеллектуальный компонент. Так само больше уваги надавать сучасному навучанию программованию детей у межах школьных занятков, а не только у специальных гуртках. Але тут важно спочатку дать ответные веды наставникам. Сегодня есть в наших предприятиях большой потенциал, сотрудничество, но они его не реализовывают. И вот эти проблемы, которые есть, мы однозначно акцентируем внимание того, чтобы вместе решить. Потому что мы видим, что здесь на самом деле высокое институальное развитие, и те, кто здесь сотрудников работает, и свои нужды, которые они реализуют, они, конечно, востребованы. Но на территории Гомишины мы ими просто не пользуемся. Поэтому те проблемы, которые есть, мы будем вместе с ними решать для того, чтобы эти проекты могли быть реализованы. Ну и, конечно, считаем, что эта компания может быть для нас и интересной в плане привлечения инвесторов. Потому что Гомишина – это площадка очень маржинальная и для многих интересная. Некальки стремливая активность замежных партнеров, отсутность международного аэропорта. Наземный переезд от Минска до Гомеля отнимает больше часу, чем с европейской краины до нашей столицы на самолете. А вот про безвиз только становшие водку. Благодаря этому ЭПАМ отримал новых партнеров. Еще одна проблема – недохобы гостиничной инфраструктуры премиум-класса. Все лето будет означаться 20 годов, с момента, когда офис компании ЭПАМ появился в Гомеле. Такие живут во всех областных центрах. Но у наших размещены наибуйнейшие из региональных. На первом месте, зрозумела столичные. Причина поспеха в Гомельской локации – это утымлику и тесное взаимодействие с городскими университетами. Тут рыхтуют специалистов для дальнейшей работы в компании и тратить на это серьезные суммы. Выник – у ЭПАМ после отримания диплом утрапляют уже готовые специалисты. А зараз тут працуют 860 человек. В целом у ЭПАМе коля 10 тысяч. Марина Джала, Юген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. В этом году акцент у деянности органа улады будет рабиться на развитии социальной сферы. Необходную допомогу отримают установы охоты здоровья, адукации, культуры и спорта. У Светлогорской центральной районной больницы нашим корреспондентам продемонстровали новое обсталявание, якое пошло працевать в этом месяце. Об необходимости обновления рентгенологического обсталявания у Светлогорской районной больницы сказали давно. Тем более, что появились новые узоры, больше якосные и зручные. Это ранее для рентгенопарата необходима была совсем не танная пленка. Зараз выкористовывается лишбовый вариант. Более быстрое получение изображения, более высокая разрешаемость и для пациентов это лучше, потому что мы более быстро отдаем ответ. То есть результаты не нужно сидеть, ждать в течение часа и больше, потому что пленочный процесс это очень длительный, занимает очень много времени. Обработка, проявка, высушить снимок – все это занимает очень много времени. Новое обсталявание демонструюць и у эндоскопичном отделении Светлогорской ЦРБ. Правда, для проведения диагностики оно еще не выкористовывалось. Зараз завершается процесс наладки. Что году больницы проводятся каля 6,5 тысяч эндоскопичных доследованию. Сушасная аппаратура дозволит срабить это больше якосно. Оборудование для бронхоскопии, как я уже говорил, является полностью автономным. То есть оно позволяет работать без использования электрической сети на аккумуляторах в течение около 6 часов. Такого оборудования в ЦРБ не было. С роднобытого так само машина худкой медицинской допомоги и реанимобиль. У больницу он поступил каля месяца тому. Алис потребился час для оформления усих необходимых документов. Сегодня машина у першиню выехала на улице Светлогорска. Бригада реанимобиля пройшла додатковую подрыхтовку и готовая до любых позаштатных ситуаций. У ЦРБ кажуть, что такой машины у них не было николе. Але потребность у ее отшувалась востро. У решти размова не только о повышении якости медицинских послуг, але и самих життях мясовых же хоров. Ну все-таки европейцы государства. Качество жизни, уровень жизни растет. Люди хотят получать не только скорую, но и качественную скорую медицинскую помощь. Поэтому Министерством здравоохранения и правительством уделяется такое внимание. Закупаются, будут использоваться не только в больших красивых городах, но и в таких маленьких районах. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерайдо компания «Гомель» со Светлогорска. В «Гомеле» обновили строительство школы в 21-м микрорайоне. Початок, припыненным пять годов тому работам на объекте, да узворот горожан на великую размову с президентом. Объект одразу ж был включен и удерж программу, якая продуглеживает финансование не только из мясового, а и из республиканского бюджета. Зараз на будовнейший пляцовце кипит праца. До обновления работ приступили на воторане запланованного, дозволила на дворье. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Поступный крок – вертикальная планировка. Школа представляет из себя трех-четырехэтажное здание из сборного железобетона, каркасное строение. В первом блоке будут размещены спортзалы, актовый зал, конференц-зал. Второй блок – это фойе, столовая, ну и, соответственно, помещение для учеников. Также проектом предусматривается строительство бассейна с переходной галереей. Особным блоком идёт будинок для групп продолженного дня. Там в одночасово возможности находятся 160 наученцев у початковой школы. В уголе установы различена на 765 ученев. Уличиваючи, что школа вся окружена шмат поверховками, а в ближайших микрорайонах протягивают будовать новые домы. Попыт на ЕЕ с часом не только не снизился, а на вот взрос у некольки разов. Сегодня основную нагрузку на себе приняла 66-я школа Гомеля. Очень нужна школа. 21 микрорайон и 20А. Дети посещают 66-ю школу, которая обучается в две смены. Там более 1600 детей. Школа мощностью 66 на 930 мест. Новая установа эдукации тут потребуется, как по ветру. На счастье, долгобуд вывели с глубокой заморозки. Однако говорить об тем, коли в школе прогушить первый звонок – ещё рано. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, Евгений Макенко, телерадио «Компания Гомель». Обгрунтовано и по закону. Сегодня гомельскими облвыконками прошло позашерговое посяжение комиссии по справах неполнолетних. Обмерковали выполнение доручений, которые дал президент Беларуси, во время нарады по вопросам применения мер администрационной отказности на конец 2019 года. По приватности Александр Лукашенко означал, что нужно повышать эффективность работы комиссии по справах неполнолетних при разгляде администрационных справ, которые выходят в их компетенцию. У приватности каждое решение повинно быть обгрунтованным и законным. Задача, которая стоит перед нами, чтобы несовершеннолетние или его законные представители после того, как они побывали на создании комиссии, они прекрасно понимали, что всё прошло согласно действующего законодательства. О том, что если их привлекли к административной ответственности, то это в рамках закона. На посяжении затвердили широк мер организационного, технического и информационного характера, которые позволят повысить эффективность работы. Дарыша открытость – одна из главных задач, которую поставил президент. Промые телефоны линий с представниками мясовой у Лады пройдут с 18-го студента. На пытание жахара у нашего региона откажет наместник старшины Гомельского облаканкама Владимир Прывалов. Связаться с ним можно будет по номеру 33-12-37. Так само в этой субботу правую линию проведет старшиня Гомельского городского совета депутатов Миколай Ковалевич. Телефон для совета – 51-19-84. Промые линии будут працевать, как обычно, с 9 до 12-ти годин. И еще больше худко и оперативно реаговать на выклики. Сегодня у топор Гомельского областного департамента Аховы Министерства внутренних справ Беларуси пополнил 21 сучасный автомобиль. В аурашистых обставинах ключи от новых машин отрымали суперсовники подразделений у разных районов области и города Гомеля. Усе автомобили – айчины в творчестве, и они отповедают заявленным потребованиям. Миновата от худкости реагования залежит якость выполнения службовых задач. До того же автомобили, что сошли с беларусского конвейера, проверены часом. Первое подразделение Министерства внутренних справ, которое закупило для працы машины Джили – миновиты департамента Аховы. А доказом справной деятельности могут служить выниковые показчики. Так, за 2019 год на рады милиции групп затримания Гомельской области здеснили свыше 88 тысяч оперативных выездов. Выявили и испынили 13 тысяч администрационных правопорушений. Подразделения охраны области в 2012 году сработали положительно. Ну а сегодняшнее мероприятие – это 21 служебный автомобиль пополняет парк подразделений охраны. Это большой вклад в целом в работу милиции, в общественную безопасность, в укрепление подразделений охраны в целом. Каждый день в регионе на варте правопорадку каля 50 групп затримания на автомобилях. Освод тем часом рыхтуется до водохрыши. Усе подразделения перейдут на взмостненный вариант внесения службы. Для окунания в Беларуси за день ушить 87 месяцев. Сошлись за обеспекой будут каля 400 штатных работников освод. На мероприемствах будут так само дежурить супрацовники МНС, медики и правоохонники. Выратовальники звертают увагу, что окунаться в арта только в специально подрыхтованных местах. Нагадаем, у Гомеля таких 7. У остальных местах в водохрышинские купанни заборонены. Перед тем, как окунаться, рекомендуется проконсультоваться в урача. Особливо, когда у человека есть всякие небыть храничные хворобы альбо не отдал на перонесины в острые запаленшие захворывания. Перед выходом в воду варто разогреть тело и выконать физичные практикования. И, конечно, устрематься от доживания алкоголю. А вот калядных морозов, меркующие по прогнозам, в этом году шагать не нужно. В ночь на субботу в регионе будет около нуля градусов. В день шагается ясное, без опадков на дворе. Слупок термометра покажет от нуля до плюс двух градусов. На водохрыши 19-го дня машины дождь и гололедится. Температура неизначно опустится ниже и за нуль. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. В Брагине задержали группу серийных автомобильных воров. Они похищали из машин магнитолы и ценные вещи. Кражи начались еще три месяца назад, но на след воришек сотрудники правопорядка вышли только в январе. В начале 2020-го у них появилась информация, что к пропаже из иномарок автомагнитол, ценных вещей и электроинструмента могут быть причастны трое 19-летних жителей Брагина. Несколько машин они обворовали без труда. Двери автомобиля оказались незапертыми, поэтому юные преступники просто забрали из иномарок нужные им вещи. Часть воришки продали, часть во время обыска правоохранители нашли по месту жительства подозреваемых. Один из них был ранее судим за вымогательство. В Гомеле сегодня утром не поделили дорогу автобус предсказаний и троллейбус. ДТП произошло на остановке улицы Полеская. В результате небольшого столкновения было затруднено движение общественного транспорта. Троллейбусы на улице Полеской на некоторое время полностью остановились. Пострадавших нет. А накануне в Гомеле в ДТП попал автомобиль такси. Машину популярного среди горожан онлайн-сервиса после столкновения откинуло на зеленую зону. Пострадавших нет. По информации ГАИ, ДТП прошло как неучетное. Жительница Гомельской области отправилась в турне по Европе на автомобиле с перебитыми номерами. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля с видоизмененным идентификационным номером. Инцидент произошел в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». 46-летняя жительница нашего региона возвращалась из Германии за рулем «Киа Карнивал». При досмотре автомобиля инспекторы таможни установили, что на его первичный идентификационный номер нанесена металлическая накладка с ВИН-номером от другого транспортного средства. Автомобиль изъят до решения суда. Куда более крупное нарушение выявили сотрудники Гомельской таможни в Ветковском районе. Сегодня они остановили пять фур, в которых перевозилась соя и пшеница на 80 тысяч белорусских рублей. При изучении груза транспортных средств было установлено, что вес сои превысил указанный в документах на 90 тонн. По двум транспортным средствам сведения о весе товара и вовсе отсутствовали. 30 тонн пшеницы перевозились без фитосанитарного сертификата. Виновные в совершении правонарушения привлечены к административной ответственности. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с «Де Факто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Без побед Гомель и Жлобинский «Металлург» проиграли в очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Столивары уступили Гродненскому Неману перед домашними трибунами. Причем хозяева вполне могли рассчитывать на более удачный для себя исход. Отыгравшись со счета 0-2, Столивары вышли вперед 3-2. Однако в заключительные пять минут третьего периода Гродненская дружина сумела вернуть поединок в нужное для себя русло. Сначала гости сравняли цифры на табло. Позже вышли вперед, а в самой концовке закрепили успех, поразив пустые ворота хозяев. Победа Немана 5-3. Завтра «Металлург» ждет в гости «Динамо» молодечно. Гомель на выезде не смог совладать с Олигорским шахтером. Горняки, забросив по две шайбы во втором и третьем периодах, обеспечили себе комфортное преимущество. Рысь ответили одним взятием ворот. За пять секунд до финальной сирены Серегин отквитал одну шайбу. 4-1 шахтер праздновал викторию. Завтра «Гомель» в Минске встретится с юностью. В ближайшие выходные состоятся матчи 13-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Из представителей нашего региона дома играет только гомельский ВРЗ. Вагоностроители на паркете спорткомплекса «Локомотив» встретятся со столичным «Динамо» БНТУ. Матч состоится 18 января, начало в 15.00. Светлогорский ЦКК в 16.30 начнет выездной поединок против Минска. Закроет игровую программу 13-го тура. 19 января матч во дворце «Спорта Уручье» между столицей и Гомельской БЧ. Стартует поединок в 16.00. В турнирной таблице все команды из Гомельской области в зоне плей-офф. ЦКК на седьмом месте, ВРЗ на четвертом, БЧ лидирует. В Гомеле сегодня стартовали матчи второго тура международного турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди девушек 2005 года рождения. Участие в соревновании принимают 18 команд из Беларуси, России и Латвии. Они разделены на три группы. По итогам двух туров лучшие команды пробьются в финальный этап. Команды Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта в группе противостоят дружины из Минска, Ростова-на-Дону, Тверской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Юрмалы. Всего шесть коллективов. По итогам первого тура, который прошел в Петербурге, гомельчанки занимают пятое место. Команды высокого класса, они играют постоянно в европейских соревнованиях. А у нас не получается таких дальних вызов. И тем хорошо, что они приезжают к нам. Мы на месте, имеем возможность получить игровую практику хорошую. Практически вся команда наша, это 2005 год сейчас играет, они участвуют в чемпионате высшей лиги. Так как там команда уровень другой, у нас меньше времени игрового. Мы можем дать им там на площадке. То здесь как раз есть подготовка к основным соревнованиям нашим, к которым мы готовимся. Партнером гомельского этапа Кубка Феникса стал Гомельский медуниверситет. Будущие врачи приобрели сувениры для команд и лучших игроков турнира. Наши студенты, я думаю, что одни из немногих, которые действительно понимают, насколько важен здоровый образ жизни, которые очень плотно работают в этом направлении. У нас в университете есть спортивные секции, с которыми работают преподаватели. У нас проводится очень большая работа в данном направлении. Игры Кубка Феникса будут проходить во дворце игровых видов спорта до 20 января включительно. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова